С вами Ольга Канонникова и сегодня мы продолжаем работу над бутоньеркой. Мы должны обработать еще листики для наших бутонных роз. Вот они у нас тут приклеены были. Сейчас мы обрабатываем их с левой стороны двойным ножом по центру с основания до конца. А теперь переворачиваем на правую сторону и на правой стороне от основания ведем по линии приклейки до конца. Вот один у нас листик готов. И то же самое делаем мы с другим листиком от основания до конца. Вот второй у нас листик готов. Теперь таким образом мы обрабатываем полностью все листики, то есть все 9 штук, которые у нас пойдут на бутоньерку. А теперь надо, можно оставить листики как есть, но можно и обработать их еще одинарным ножом. Немножко только вот краешки, слегка. Можно даже по одной стороне, вот так. Вот так вот будет один листочек и второй листочек. Только по самому краю, потому что листики у нас маленькие, они в принципе и не требуют такой вот особого, особой обработки. С левой стороны, если хотите, конечно, можно и с левой обработать, но мне кажется, что не стоит этого делать. Вот один листик, вот другой. Можно только по краешку, если немножко. Вот так, таким образом нам нужно обработать все листики, которые идут на нашу бутоньерку. После этого выключаем наши поемники и займемся внешним оформлением наших цветов. Вот все цветы, которые у нас получились. Вот так они у нас выглядят вместе с листиками. Но бутоньерка, она и есть бутоньерка, что это не просто букетик цветов, а он красиво оформлен. То есть его надо собрать нам вместе и сделать какое-то еще оформление букета. Я вот оформляю это обычно бутоньерками, бутоньерки красивой какой-нибудь такой воздушной тканью. Либо делаю такие какие-то ажурные кружевные пакетики, конвертики. Иногда можно оформить просто кружевом, собирают вместе кружево. Ну то есть так, как подсказывает вам ваша фантазия. Вот я посмотрела все, что у меня есть и решила попробовать оформить наш букетик. Вот это листиками, которые раньше я делала для цветов из органзы. Вот двойные такие у меня листочки остались, они чуть побольше и чуть поменьше. Я решила, что попробовать их использовать для оформления задней части нашей бутоньерки. Сейчас вот включила паяльник, он выжизатель по коже свой. И попробую их тоже придать им такой вид кружевной, немножко такой воздушный, чтобы можно было использовать для нашей бутоньерки. Точно так же посмотрите мой мастер-класс по сбору воздушных цветов. Цветок с объемными лепестками у меня есть, я ссылочку кину. Вот так мы их собираем, то есть каким образом, вот они у нас двойные, мы просто вот так вот нижнюю часть, нижнюю часть сюда вот сборочку делаем, чтобы здесь вот воздушно было. И потом правую и левую стороны цветочка собираем вместе. И паяльником вот так обжигаем. Опять, видите, немножко сдвигаем и правую и левую часть заворачиваем. Я еще не знаю, как это все будет дело смотреться, может быть оно не очень нам подойдет. Видите, у меня тут разные цвета, у меня вот это вот более такой лимонный, а вот эти вот такие вот более бежевые. Я думаю, вообще-то три штуки хватит, но давайте попробуем сделать четыре. Потом их надо вместе каким-то образом все это дело спаять. Вот. Сейчас давайте попробуем вместе их соединить. Вот так. Слегка. Это вы как поняли, наверное, что это будет внешняя часть. Внешняя часть ботанерки. Может быть даже вот эти три будет достаточно, я думаю. Ну-ка. Ну да, наверное, это будет достаточно. Посмотрим. Если что-то не получится, значит, возможно, мы добавим. Можно добавить. Давайте сейчас сделаем еще вот эти вот маленькие лепесточки. Возможно, нам может быть их придется. Да. Возможно, мы их тоже используем. Они чуть поменьше размером. И, возможно, их можно будет тоже использовать где-нибудь вот для передней части или для боковых частей уже нашей ботанерки. И сделаем. И пусть они у нас пока лежат. Просто вот когда уже смотришь на готовую вещь, и уже там появляются какие-то мысли. Добавить что-то или наоборот что-то убрать. Вот сразу-то у меня готового видения, как это должно быть. Вот не бывает. Оно все приходит как-то вот уже с работой. Вот. Таким образом сейчас выключу свой паяльник. Вот так. Пусть остывает. Начнем собирать нашу... Теперь выключаем клеевой пистолет. Нет. Вообще нет. Клеевой, наверное, пистолет мы пока не будем трогать. Давайте попробуем это сделать пока вручную. Все, что мы имеем, будем собирать вместе. Вот смотрите, еще у меня есть такая травка, которая осталась у меня из других цветов. Ее тоже можно использовать вот для того, чтобы завязать вот нашу ботанерку. Тоже зелененькую, такая интересная, красивая. Мою тоже в сторонку положим. В принципе, для того, чтобы завязать, можно использовать просто тоненькую ленту атласную. Но это как-то, мне кажется, что вот все-таки травка в этом плане выигрывает. Это все-таки вручную сделано. Это уже готово. Немножко так это бедно смотрится. Ну, хотя, в общем-то, решать вам. Итак, займемся сборкой. Вот у нас цветы. Разные тут, буквально разного оттенка, как мы уже с вами делали. Но начнем собирать сверху. Сверху обычно где-нибудь идут такие вот мелкие бутоны, поменьше. 8-9. Вот они у нас, 9 цветочков вверх. Допустим, возьмем вот этот. И тут же, и тут же листочек наш. Листочки всегда делаются повыше, чем сам цветок. Дальше идем вот этот вот небольшой, чуть-чуть пониже, да? Чуть пониже. Давайте возьмем к нему лепесточек, листок вот такой. Пока это ручная сборка. У каждого получится разная бутоньерка. Ну, это и красиво, это и хорошо. Так и надо. Так, следующую. Потом, если что, мы потом уже заключительной части все это можно расправить, поправить. Так. Вот этот можно взять цветок. Близко сюда вот к этому бутону. Здесь пойдет у нас вот такой листик. Вот так. Теперь берем следующий бутон. Вот такой мы его по центру положим. Так. Здесь будет у нас вот такая большая розочка. С вот таким листиком. Листики мы потом оформим так, чтобы они у нас были по внешней части, а внутри были бутоны. Так. Далее розочка вот такая. Листик. Сборка вообще, мне кажется, самый, вот для меня, например, сборка самый сложный вариант, потому что я, как-то мне вот голова не работает, как правильно, как красиво собрать. Ну, для некоторых, может быть, это легче, процесс легче. То есть уже готовая работа, просто ее надо красиво собрать. Не всегда получается красиво собрать. Вроде бы внешне получается все красиво, а вот сама полностью сборку, когда делаешь, ну, что-то не так. Не знаю, почему. Вот у меня как-то вот не дается. Для меня это очень сложно. Так, вы знаете, я здесь вот смотрю, мне кажется, вот эту розу надо вот сделать вот такую, а вот ниже положить вот такую. Вот просто чистая. Тут у нас одни розы такие розовые, а вот такие вот немножко синевой. Вот так. 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 Листочков тоже много. Это сюда. А это сюда. А это сюда. Нет, опять вот эту вытащим. Торуточку сюда. Вот эту сюда. Как сложно получается. Немножко сложновато, конечно. Так. Все это потом в конце, в самом-самом конце. Это все надо как следует расправить. Так. Листик еще сюда возьмем. Положим. Нет, сюда положим вот такой листик. Вот этот вообще не видно у нас. Вот он. Мы его вот сюда положим в самый-самый низ. Так. Один, два, три. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот так. Вот так. То есть вверху одна. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот так. Листьем расправим. Листьем расправим. Вот. Сюда еще листочек. Здесь почему-то два таких получилось. Мы вот так вот сюда. Этот вот сюда. Так. Этот вот сюда. Этот вот сюда. Ну, вот так я думаю, что вот так. Вот так пока мы их соберем вместе. А потом уже будем еще раз. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так. Вот этот чуть пониже. Так. Ну, все. Очень долго собираем. Ну, потому что надо, чтобы получилось красиво. Так. Все лишнее сейчас я уберу. Теперь наша задача состоит в том, чтобы... Секунду где-либо нет. Вот. 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 У меня вот еще готовая есть гофробумага. Вот. Возьмем теперь наш клей ПВА. И вот, начиная с самого конца. Все это нам надо обклеить бумагой. Скажем так, достаточно хорошо. Чтобы наша бутоньерка была хорошо закреплена. Скрепить ее надо очень хорошо. Можно даже еще чуть-чуть. Клеим. Вот так. Полностью не надо скреплять до конца. Потому что будет некрасиво. Надо, чтобы было видно, что это разные стебелечки. Мы их просто потом лучше подрежем. Вот. Вот что у нас получилось. Это все пока очень некрасиво. Пока все это дело не засохло. Надо аккуратно нам разложить теперь все листики. Работа нелегкая. Так. Все листочки идут вниз. Чтобы мы их... Чтобы видно были все наши бутоны цветов. Иначе так будет некрасиво. Каждый бутончик... Почему сложная эта работа? Потому что, в принципе, каждый бутончик должен хорошо смотреться со всех сторон. Так. Вот этот лист. У нас куда-то ушел не туда. Это бы сюда. Его бы немножко повыше. Сейчас я его попробую немножко подкорректировать. Вот. Вот. То есть, вот сборка. У меня, например, всегда больше времени на сборку уходит. Вот. 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 Даже можно вот таким образом положить все. И разбирать их листья. Так. Листочек. Чуть повыше. Так. У меня не вылезет. Нет. Нет. Вот. Чуть повыше сделаем. Вот. Этот сюда. Этот сюда. Так. 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 Все. Теперь будем разбираться с цветами. Здесь один цветок бутончик. Здесь два. Один. Два. Так. Один. Два. Так. Один. Вот так. Ну, вот даже, наверное, вот так вот неплохо получится. Здесь, вот видите, каждый бутончик. В принципе, каждый бутончик виден, да? Вот. Что сделать с кончиками? Кончики мы опять, вот, обращайте внимание на каждую, каждую деталь, чтобы она у нас была красиво получалась. Вот. Кончики можно слегка подрезать. На лишние части набрать. Ну, допустим, вот так. Можно еще короче. Вот так. Вот так будет достаточно. Вот у нас получилось. Вот что у нас получилось. То есть, у вас в собранном виде может получиться совершенно по-другому. То есть, ну, каждый складывает так вот, как у него получается, да? Поэтому говорят, вот когда сделайте мне именно вот так, как... Вот следующую бутоннирку буду собирать, и она у меня так не получится. Но у меня получится совершенно по-другому. Теперь смотрим, как ее оформить. Будем мы вот ее оформлять вот такими лепесточками.